приветствую всех поджироводов сегодня будет видео по замене внутреннего пыльника шруса обещал это видео еще ранней весной но по причине своей забывчивости опять не взял с собой карту памяти и соответственно не было никакой записи с того момента смог записать только видео по оперативной замотки порванного пыльника стрейч пленкой если вы еще не посмотрели это видео можете пройти по подсказке сверху сегодня будем менять пыльный правой полуоси он тоже покрыт трещинами и подлежит замене пыльники родные еще заводские прошли с машины ровно 10 лет привода разбирались при гарантийной замене рулевой рейки частично я покажу как устроен левый привод что было понятно разница между ними для того чтобы получить доступ к ступичному болту надо снять защитный колпачок материал колпачка металлический сильно ковырять его не рекомендую можно погнуть и тогда извлекать его придется долго и нудно я всегда обрабатывал посадочную зону колеса медной пастой поэтому меня и диск и все что связано со ступицей извлекается без проблем идеально для этой процедуры подойдет какой-нибудь не тонкий нож аккуратно вставляете его в паз и по контуру выдвигаете заглушку внимательно осматривайте посадочная в моем случае официала при сборке промазали гайку с маской ms 1600 и которые сложены уже немало баллад если говорить коротко я не рекомендую использовать нигде никогда а пока надо снять стопорный шплинт с гайки и зафиксировать ось от самопроизвольного вращения при откручивании вариант 1 включить привод переднего моста таким образом противоположное колесо будет блокировать его вращение вариант 2 упереть монтировку в пол между болтами крепления моем случае это был простой гвоздодер момент на закрут и открут достаточно высокие порядка 210 ньютон метров поэтому понадобится длинный вороток либо мощный гайковерт забыл добавить что до всех этих манипуляций желательно очистить всю зону работы от грязи и пыли саму гайку оставляем поджатый на валу до момента его полного извлечения теперь нам нужно освободить саму ступицу от блокирующих ее свободное движение рулевого наконечника и верхнего рычага начнем с рулевого наконечника для начала снимаем шплинт и откручиваем стопорную гайку хорошо обрабатываем посадочной в дэшкой так как для последующей операции понадобится съемник наконечников я использовал отечественный автом 2 он не рвет сам пыльник и достаточно удобен благодаря длинной рукоятке в отличие от многочисленных тайваньских вариантов где вся нагрузка приходится поперек часто деформируя шарнирный штифт до неизвлекаемого состояния здесь болт расположен продольно из неудобств только одно невозможность работать с гайковертом но если есть автоматический ключ по типу вера джокер 6004 в принципе этот процесс заметно ускоряется закисшие наконечники естественно не хотят выходить из своих посадочных и для этого нужно слегка постучать по верхней губке самого съемника стопорную гайку до конца лучше не откручивать меньше риска повредить себя и что-то из железа теперь ступичная зона у нас практически свободно вращается в горизонтальной плоскости я использовал это для снятия скобы суппорта и дальнейшее увеличение самого суппорта и тормозного диска выворачиваем кулак внутри арки и срываем болты удерживающий суппорт воротком ударным инструментом как видите не везде можно подлезть и не все сорвать для того чтобы спокойно подвесить суппорт на пружину передней стойки нужно дополнительно открутить кронштейн крепления тормозного шланга к нему же крепится кронштейн проводки датчика bs сам датчик снимать никакого смысла нету в 90 процентов случаев он будет закишем и вы его просто сломаете достаточно освободить саму проводку чтобы снять нагрузку момент съема верхней шаровой опоры для удобства снимаем кожух тормозного диска крепится на одном мелком болте изнутри ступицы подлезть можно только рожком ключу если этот болт закисы не идет лучше его не трогать кожух особо в этой процедуре не мешает полевых условиях можно обойтись вообще только скидыванием шаровых наконечников далее переходим шаровой опоре верхнего рычага для этого нужно поддомкратить нижний рычаг чтобы снять нагрузку на верхний если этого не сделать то при откручивании болтов с верхней шаровой опоры часть непременно обломится я наглядно показал это на видео так как шару и все равно пошли под замену несколько слов по подвеске все элементы прошли вместе с машины 10 лет в апреле были заменены передние задние пружины с амортизаторами по причине их полной деградации одно из крайних видео на эту тему вы уже можете посмотреть на моем канале ну и собственно верхней шаровой в которых уже появился люфт и посторонние звуки при прохождении неровности сайлентблоки верхних и нижних рычагов весьма удовлетворительном состоянии нижние шары пока тоже без люфтов так что подвески митсубиши можно поставить твердую пятерку но для снятия шаровой опоры верхнего рычага используем все тот же съемник предварительно сняв шплинт и открутив стопорную гайку до конца я тоже лучше не откручивать далее на видео будет понятно почему новые шары от южногорейской ctr абсолютно идентичны по всем параметрам кроме отсутствия шплинта стопорная гайка этот идет самофиксации и она оцинкованная немного отвлеклись мы от темы самого повествования теперь сняв все ограничители можно выворачивать ступицу крайнее положение но для того чтобы снять правую полуось нужно скинуть еще с фланца 4 гайки с болтами которыми она крепится приводу левая полуось в отличие от правой вставляется шлицевой части внутрь моста фиксируется на стопорное кольцо разница только в этом для съема гаек вал придется опять застопорить либо использовать гайковерт моем случае я взял насадку удлинитель шарнирной головкой ответную часть придерживал накидным ключом выкрутив по очереди весь крепеж приступаем к извлечению полуоси важно перед извлечением опустить нижний рычаг все основные элементы у нас уже откручены и в натянутом состоянии ничего быть не должно если со ступичной стороны вал не извлекается вручную можно закрутив стопорную гайку сделать несколько легких ударов по ней молотком не забудьте что внутри еще есть конусная контур шайба которая стопорит саму гайку момент установки важно запомнить какой стороной она установлена и не потерять ее извлечение полуоси происходит начале со стороны поворотного кулака выворачиваем его в сторону рулевого наконечника и вытягиваем вал стараясь не порвать пыльник и не замять сами шлицы со стороны фланца привод снимается движением на себя опущенный нижний рычаг дает дополнительное пространство при вытягивании фланцевой части привода снятую полуось фиксируем в тисках для удобной работы аккуратно снимаем хомуты из пыльника родные хомуты ленточные но особой конструкции поджим идет по окружности с небольшим коромыслом которые затем уже фиксируются в усиках можно оставить родные но я отдельно заказал удлиненные ленточные которые стягиваются обычным хомутателем срезаем пыльник предварительно очистив посадочной от пыли очищаем внутренности от смазки особенно зону крепления сепаратора в стакане гранаты фиксация происходит за счет стопорного кольца которое нужно поддеть отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с подшипниками стакана и переворачиваем полуось вверх теперь надо вынуть сам сепаратор из полуоси предварительно сняв стопорное кольцо здесь уже понадобится съемник сам сепаратор может плотно засесть в шлицах но сняться он должен от руки все что остается промыть составные части шруса в емкости с бензином разбирать сепаратор не рекомендую в любом случае возникнет путаница с подшипниками а каждый из них уже притерся в своем седле и менять местами это только создавать дополнительные проблемы себе я использовал опрыскиватель для смыва с внутренних зон можно также использовать компрессор перед сборкой обязательно закрываем шлицевала каким-нибудь скотчем либо заматываем изоленты во избежание повреждения пыльника я взял японские пыльники маруичи с рабочей температуры до минус 50 градусов оригинально вызывают большое сомнение в своем происхождении а к пыльникам отечественных производителей от него и москвича тоже нет особого доверия заводские повторюсь прошли почти 250 тысяч после того как насадили пыльник устанавливаем сепаратор и фиксируем на кольцо набиваем торцевую часть смазкой в моем случае это химия от вмп авто не забываем наполнить частью смазки сам стакан и насаживаем до плавного вытеснения смазки внутреннюю часть пыльника набивать не стоит со временем часть смазки все равно окажется там также не забываем про большой стопор на кольцо обоймы и только потом переходим к хомутам я использовал самодельный хомутатель сделанный шпингалета с одной стороны он обточен под квадрат на одну четвертую дюйма для головок с другой стороны был прорезан паз длиной 2 сантиметра через уголок продевается сам хомутатель с отверстием по шпингалет и уже в него продевается края ленты хомута уголок играет роль упора и ограничителя трещотка затягивается сам хомут остаток обрезается бокорезом и заколачивается до плоского состояния выкладкой усики подбиваются есть же усилие которое создается при затяжке не должно быть чрезмерным иначе все это лопнет либо в момент затяжки либо во время эксплуатации хомуты замковой частью должны быть направлены по ходу движения чтобы не произошло зацепа в момент вращения я по запаре не обратил на это внимание но переделал уже потом вообще не поскупите взять отдельно две пары хомутов те что идут в комплекте пыльника маруичи слишком короткий для двух полных оборотов и не имеет усиков для фиксации хвоста перед сборкой хорошенько очищаем посадочная ступица от грязи и пыли я дополнительно обработал все для защиты от коррозии литолом посадочный фланц пропшикал алюминиевой пастой сборка в обратной последовательности продеваем вал через нижний рычаг и насаживаем на болты без фиксации энергично заталкиваем шлицевую часть ступицу стараясь не порвать пыльник и не замять шлицы с левой полуоси немного попроще она фиксируется вынимается гораздо быстрее за счет наличия стопорного кольца на валу главное при посадке убедиться что привод зафиксировался внутри моста никакого вытекания масла из редуктора при этом нет в общем мораль сей басни такова снять привод со шрусом что слева что справа можно без снятия шаров и нижнего рычага и поворотного кулака насколько помню данная процедура в мануале включает как раз эти два узла сборка производится в обратной последовательности не забываем поддомкратить нижний рычаг если откручивался верхний рычаг как моем случае где попытался снять кронштейн крепления провода бс обломил два огневых болта то торсионы уже зажимаем только выставив нижний рычаг горизонтальное положение моменты на закрут торсионов верхнего рычага 105 ньютон метров гайка рулевого наконечка зажимать с моментом 40 ньютон метров ступичная гайка порядка 200 ньютон метров с доворотом под отверстие чтобы вошел шплинт не забудьте раскинуть усики на шпинтах после затяжки три болта крепления верхней шаровой к рычагу затягиваются с моментом 35 ньютон метров поэтому не перестарайтесь велика вероятность сломать их от чрезмерного усилия по этой же причине не советую ставить проставки под верхний рычаг болты тут несут исключительно стягивающую функцию исключая смещение шаровой выемки рычага если будет сильный продольный либо боковой удар есть риск что их просто срежет какой бы крепости они не были толщины 8 миллиметров явно недостаточно для таких нагрузок я наглядно показал это в статике в общем все надеюсь все было понятно и доступно следующей темы будет устранение скрипа в рулевой колонке на этом я с вами прощаюсь ставьте лайки комментируйте и всем пока